Приветствую вас! Статка заключается в следующем. Значит, подхода основных к проблеме заикана. Значит, несколько. Всего я бы сказал два. Первый подход это НЛП метод, по которому вы можете достаточно быстро избавиться от проблем своих. Но при этом избавившись от проблем, вы можете не избавиться от первопричин проблем. И второй путь это путь анализа, путь поиска тех обстоятельств, которые вынудили вас к тому, чтобы вы заикались. А заикались иными словами, вы не говорили. Собственно, о чём вы и пишете. То есть, вы пишете как раз о том, что я заикаюсь, что я стесняюсь и не могу высказать своё мнение. Да, по, ну, по ряду вопросов. Вот. Значит, о чём говорит подобное состояние и подобная позиция? О чём это говорит? Говорит это, по сути, дело о том, что вы не принимаете себя полностью до конца и целиком. Это первое. И второе. Это говорит о том, что у вас есть определённого рода сценарий, определённого рода решение, которое нацелено на то, чтобы не говорить, по сути. То есть, в детстве вам, ну, скорее всего, запрещали выражать своё мнение, я так думаю, и в результате этого вы и заикаетесь. То есть, вы подсознательно приняли такое решение заикаться. Чтобы что? Чтобы, например, избегать внимания к себе. И не привлекая его, и тем самым не имея ответственности. Чтобы не бояться отказа, например. И, ну, если вы боитесь его отказа. Я имею в виду. И так далее. То есть, причин, по которым вы можете заикаться, достаточно много. Но одно можно сказать совершенно точно, что вам это для чего-то нужно. Что-то вам такая позиция даёт. Что она даёт? Нужно разбираться. Что она даёт? Нужно смотреть. Что она даёт? Нужно выяснять. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, с вами работа. Очень хорошо в решении подобных проблем помогает, у нас здесь, когнитивная психология, когнитивная терапия. Вот. И транзактный анализ. Но это определённая работа над вами. То есть, даже не над вами, а ваша работа над собой. Вот. И, соответственно, если вы хотите, если вы хотите избавиться от проблемы. Вы, кстати, вот, не задаёте вопрос. То есть, вы проблему-то описываете, а чего хотите, не написали. Казалось бы, мелочь. Да? Ну, подумаешь. Подумаешь себе, да? Ну, не написали. Что хотите. Вопрос. Нет. На самом деле, это не мелочь. На самом деле, это очень важный момент. Почему? Потому что, если вы не написали, значит, вы не хотите высказывать запрос. А нежелание высказывать запрос, это, знаете, не страшно. А нежелание высказывать запрос связано с тем, что вы, опять же, не хотите, скорее всего, брать на себя ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Ну, я так думаю, по крайней мере. Вы боитесь ответственности, потому что, с одной стороны, не принимаете себя, скорее, ну, полностью. Это очевидно, потому что вы стеснительны. Вот. Ну, а с другой стороны, вы боитесь неудачи. Потому что неудача, скорее всего, будет менять ваше представление о себе, самой. Вот. И, естественно, в негативную сторону. Вот. Также, по поводу принятия себя, сразу даю упражнения, чтобы вы уже с ним работали. Значит, выписываем свои положительные и отрицательные качества. Выписываем их. Вот. И что нужно? Нужно аргумент. Аргумент. То есть, аргументировать нужно то, что, ну, почему вы данные качества считаете положительными, а данные качества считаете отрицательными. Это первое. Вот. Ну, это самое с негативными качествами, безусловно, да. И, значит, аргумент и откуда. Откуда вы это взяли? То есть, откуда пришло вот это понимание. Откуда пришло понимание того, что с вами, ну, происходит на данный момент. Да? Вот. А дальше идём. Антипод. Необходимо, чтобы каждому качеству, которое вы назвали, вы дописали антипод. То есть, как, например, положительное качество может проявлять в себя негативно, да, и негативно и позитивно. Это вот для начала. Дальше там уже можно будет работать. Вот. Что касается самого заикания, то, с одной стороны, являясь следствием того, что вы, значит, ну, либо приняли решение молчать, не подавать, ну, не подавать виду, не подавать, значит, знаков, признаков жизни, потому что, ну, может быть, не знаю, может быть, боитесь, боялись, что, боялись наказания, боялись реакции. Так вот, помимо того, что вы приняли решение, значит, ну, не говорить, вы приняли решение не высказывать свои позиции. Помимо этого, у вас ещё и аспект такой, что вы не принимаете себя, стесняетесь, из-за этого волнуетесь и заикаетесь. Ну, по определению, как, значит, люди, которые тесняются, они придают большое значение мнению других людей, что, в общем-то, говорит о их неуверенности в себе. Вот, и, значит, экзистенциальной, скажем так, неполноте, что, с точки зрения экзистенции, вы обращаете внимание на мнение других людей, но не на себя. Почему? Потому что мнение других вы ставите выше, выше себя, а себя обесцениваете. Ну, об этом мы уже говорили. Найдём решение, когда вы, эээ, которое вы приняли по обесцениванию себя, найдём решение по, значит, тому, что вы заикаетесь, решаете молчать, вот, и, постепенное отвлекание вы отойдёте. Ну, и, естественно, отравняв выгоду от этого, отвлекания, это тоже важно, конечно же. Вот. Ну, и попутно, эээ, я уверен, что можно решить ряд проблем, которые у вас имеются. А, возможно, вы даже сможете более, эээ, свободнее жить и получать удовольствие более полное от своей жизни. В общем, не удовольствие, а наслаждение. Вот. Теперь я вот увидел, эээ, у вас, да, увидел. Эээ, такие моменты. Значит. Эээ, вам двадцать один год, вы замужем, эээ, учитесь в университете. Вот. Ээээ, вы замужем, эээ, почему двадцать один год? Вы куда торопитесь? Эээ, замужем? Куда торопились? Замужем? Замужем? Точнее. Ну, с какой целью торопились? Замужем? Вот. Ну, учились бы, работали бы потом. То есть, как, как у вас, вот, совмещается замужем двадцать один год и учеба? Цели какие? Скорее всего, они сбивчив, сбивчивые. Цели. Ну, я так, я так думаю. Вот. Поправьте меня, опять же, если я ошибаюсь. Но, на мой взгляд, цели сбивчивые. Вот. Потому что, замужемство, да, оно, ну, не подразумевает обучение. А обучение, не подразумевает замужемство. Замужем обучение, ну, учитесь-то вы из того, что профессию получите, а профессию-то вы их получаете из того, чтобы ей заниматься. Вот. А если вы замужем, то заниматься профессией полноценно, скорее всего, не получится. Вот. Понимаете? То есть, если бы у вас не было проблемы заикания и стеснительности, я бы, может быть, и не обратил бы на это внимание. Но, поскольку такая проблема есть, то, соответственно, можно сделать вывод, что это связано. Вот. Либо учитесь вы не для себя, либо замужем вы не для себя, а потому что, например, этого ждут ваши родители, ждали, например. Ну, или что-то ещё, или, может быть, чувство вины перед молодым человеком. Это, конечно, уже годами. Тут разбираться нужно. На самом деле. Вот. Все зависит от того, опять же, что вы хотите. И что вы готовы для этого сделать. Вот так. Я думаю, на этом можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Желаю вам всего доброго. Да. .